Горький – одна из ключевых фигур XX века. Сегодня к нему относятся по-разному. Если раньше он был первым пролетарским писателем, буревестником революции, основоположником социалистического реализма, то в первые годы перестройки на него именно за это его, так сказать, свергали с пьедестала классика и всячески старались опорочить. Причем опорочить не основываясь на фактах, а, так сказать, на вымыслах больше. Прошли годы, и вот сейчас уже, так сказать, появилось очень много новых архивных материалов, которые раньше были запрещены и лежали в спецхранах. Опубликовано и продолжает выходить собрание сочинений Горького и его письма, которые показывают нам совершенно другого Горького, и человека, и мыслителя незаурядного, и великолепного художника. Поэтому сегодня снова встает вопрос, что же Горький для XXI века. Он действительно очень современен, и он действительно классик, который не умрет. Скажите, пожалуйста, почему он взял себе такой псевдоним Горький? Ну, Максим – это имя его отца, который умер, когда мальчику было всего три года, и память о нем он все время хранил. А Горькая жизнь была, он был сиротой, мать умерла тоже, когда ему было 11 лет. Растили его бабушка и дедушка, и получилось так, что фактически в 11 лет его выгнали из дома, он пошел в люди, как и называется его автобиографическая повесть. И хлебнул очень много горя, хлебнул и тяжелого труда грязного, и, так сказать, издевательств над ним, и всякого рода, так сказать, ну, как он говорил, ударов судьбы, которые он стойко переносил. Отсюда псевдоним Горький. Почему так получилось, что он казался как близок к советской власти? Советской власти. Ну, потому что он был знаком с вождями советской власти очень давно, с Лениным с 1907 года, со Сталином тоже. Он помогал партии большевиков материально, потому что он тогда уже был известным издателем и крупным писателем, произведения которого печатались во всем мире на всех языках, а пьесы ставились тоже в крупнейших театрах мира. То есть у него были деньги, которые он мог давать большевикам на развитие революции. И, естественно, он, так сказать, был среди них, можно сказать, своим человеком. Даже считается, что он в 1905 году в ноябре вступил в партию, хотя тогда не было такого, ну, как потом, то есть оформления партии. Но считалось тоже, что он был с ними, и только уже в годы революции Октябрьской и Февральской, когда оформлялось членство в партии, он не вступил в партию. И до смерти оставался, как он говорил, беспартийным большевиком. Ну, это очень сложный вопрос, об этом много написано, но если очень кратко ответить, потому что он не разделял взглядов ленинцев на социализм и на сущность революции. Он совершенно по-другому себе представлял. Не как классовую борьбу и диктатуру пролетариата, что было, так сказать, основным, если говорить. Он не принимал ни насилия, ни, так сказать, кровь, которая лилась, ни гражданскую войну. Он предупреждал об этом, и известно, что накануне Октябрьского переворота он в газете «Новая жизнь» напечатал предостережение. «Нельзя молчать», статья называлась, что вот на улицу выползет неорганизованная толпа, и авантюристы, прикрываясь, так сказать, высокими словами, будут творить так называемую историю русской революции. Вот его отношение к Октябрю. Он писал Ролану «Россия – моя неизлечимая болезнь». И основная тема всех его произведений – это Россия со всеми его слабыми и сильными сторонами. И, конечно, со всеми, так сказать, он как человек, болеющий за Россию, но так же, как мать видит всегда и старается исправить недостатки ребенка, вот так он относился к России. То есть он видел ее плохие стороны и старался, чтобы русский народ их, так сказать, изжил в себе, изжил рабство, изжил невежество, изжил грубость, изжил жестокость. У него даже есть статья «Русская жестокость». Поэтому он это показывал, и, как он сказал в своей автобиографической повести детства, что, в общем, много в жизни мрачного и плохого, которое он показывает, но он уверен, что через, так сказать, жирный слой грязи, через вот эту вот, как он говорил, свинцовые мерзости дикой русской жизни прорастает все-таки хорошее, доброе, и, так сказать, оно прорастет. То есть эти рассказы, они как-то призваны? Они призваны, но это, можно сказать, социальная педагогика, да, социальная педагогика для народа.